Головная боль Годочных заболеваний. Как с ней справиться, будем разбираться. Это программа «На здоровье». С вами я, Инга Гудель, и наш доктор Елена Холина. Здравствуйте. Какие-то предположения есть, почему мигрень возникает? До сих пор до конца причины не выяснены. В медицинской науке есть над чем работать? Однозначно. И не только с мигренью. Это в основном молодые женщины от 15 до 35 лет. Эффект плацебо никто не отменял? Конечно. Конечно. Стрессорный фактор здесь с пусковым моментом играет? Сложно разграничить. Сложно разграничить. И даже доктору сложно. Болеть может всё, да? Может всё болеть. Всё, дорогой уважаемый пациент. У вас мигрень. В студии у нас невролог Медина Лилия Стоянова. Лилия Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте всё-таки разбираться, почему мигрень считается одним из самых загадочных заболеваний. Ну, во-первых, окунёмся немножко в историю. О мигрени известно давно. Первые документы, в которых встречается мигрень, это примерно датируется 1200 годом до нашей эры. То есть история мигрени, она очень как бы давняя. И, к сожалению, до сих пор, до сих пор, до конца причины не выяснены. Это заболевание хроническое. Хроническое чаще всего встречается у женщин. Характеризуется периодами интенсивной головной боли, которые могут длиться от нескольких часов до трёх суток. И парализует жизнь человека. То есть он становится недееспособный. Ему необходимо спрятаться в тёмной комнате, чтобы не было звуков, не было раздражающего света. В общем, выброшенные дни из жизни. Из жизни, да. Но давайте вот по пунктам о том, что вы сказали. Прежде всего, вы сказали, чаще всего, женщины. Вы знаете, у мужчин это встречается. Просто процент гораздо ниже, чем у женщин. Примерно какой? В половину. В половину? В половину меньше. А по интенсивности они также страдают, как женщины? Они страдают точно так же, как женщины, да. А дети? Но реже. У детей бывает мигрень? У детей бывает мигрень. Сейчас наука говорит о том, что очень часто у них абдоминальная форма у детей. Это что значит? То есть нет головной боли. Есть именно проявление состояния кишечного тракта боли в животе, диарея, тошнота, рвота. А как же дифференцировать? Вопрос детскому неврологу. Хорошо, Лилия Дмитриевна. Вот вы сказали, что причины до конца не выяснены, но хотя бы какие-то предположения есть? Почему мигрень возникает? В участии и развитии этого заболевания и приступов мигрени участвует несколько веществ. Серотонин, норадреналин и глутамат. Это общие теории. Вот я еще встречала информацию, что мигрень связана с наследственностью. Есть такая предрасположенность, что если в семье есть болеющие мигренью, то чаще всего она может передаваться. Причем это может быть как передача по женской линии, так и по мужской линии. Но чаще всего это женщины. С какого возраста? Обычно с подросткового, да? Вы знаете, сейчас говорится о том, что чаще всего это в пубертате, но это у женщин. То есть 15-18 лет. Но она может развиваться немножко позже. Она может и в 25, и в 30, и в 35. Стрессорный фактор здесь с пусковым моментом играет. Стрессорный фактор очень играет большую роль. И большую роль еще играет переутомление. Как физическое, так и психическое. Если, допустим, взять шкалу от 0 до 10, 0 – это где нет боли, 10 – самая сильная боль в жизни. Вот ваши пациенты как описывают вот эту боль при мигрене по этой шкале? Да-да, они ее описывают как очень интенсивную. 7, 8, 9, 10 сколько? Ориентировочно где-то от 6 до 9. То есть довольно интенсивная. Чаще всего я могу вам сказать, что женщины сравнивают всю любую боль, которая была, бывает, с родами. Конечно. Как роды. У нас это показатель. Хорошо. А мигрень – это только головная боль или есть еще какие-то симптомы? Вы знаете, дело в том, что выделяют разные типы мигрени. Есть мигрень, допустим, офтальмологическая. То есть она проявляется нарушением зрения. Что-то с глазами. Да. То есть может быть двоение, какие-то искры, какие-то зигзаги. Есть болезнярная мигрень. Кроме головной боли возникает головокружение, тошнота, шаткость при ходьбе, вплоть до падений. Есть вид мигрени, когда называется гемиплегическая. То есть во время приступа происходит онемение или паралич руки, ноги. Есть офтальмоплегическая мигрень, когда происходит закрытие глаза на стороне боли, ухудшение зрения, двоение. То есть форм мигрени очень много, но основной ее критерий – это все-таки головная боль. Чаще всего это половина головы, геомикрония. Но можно разграничить, что это не просто головная боль, а именно мигрень? То есть человек понимает это? Ну, конечно, особенно когда у него, допустим, такие приступы встречаются несколько раз в месяц. Это понятно. А если впервые? Несколько лет. Сложно разграничить. Сложно разграничить. И даже доктору сложно. То есть диагноз мигрень – это не такой простой диагноз, чтобы его поставить с наскоку, с налета, и сказать, все, дорогой уважаемый пациент, у вас мигрень? Нет. Для того, чтобы поставить такой диагноз, нужно исключить ряд других заболеваний. В первую очередь, это, конечно, заболевания головного мозга. То есть назначается компьютерная томография или МРТ, для исключения, в первую очередь, опухолей, травм, перенесенных ранее инсультов. Назначается УЗИ сосудов для того, чтобы исключить, может быть, есть какие-то холестериновые бляшки в сосудах и нарушен кровоток в мозге. Это тоже может сопровожаться головной болью и другими симптомами. За счет сужений, да? Конечно. Необходимо назначать общеклинические анализы, потому что, допустим, у человека с каким-то воспалительным процессом в организме тоже может болеть голова. То есть все не так однозначно. Но вот мы немножко забежали вперед, начали говорить уже о том, как она диагностируется. Получается, что мигрень, опять же, методом исключения ставится диагноз? Да. То есть нужно исключить другие серьезные заболевания нервной системы, потому что мигрень – это хроническое заболевание. Оно, так скажем, к аналитизации или к смертельному исходу не приводит. Но жизнь портит. Но жизнь портит, да. Качество жизни, к сожалению, страдает. Давайте сейчас о группах риска. То есть и возраст, ну, пол уже выяснили, это женщины. А по возрасту? Это в основном молодые женщины. От 15 до 35 лет. А есть теория, что когда наступает климактерический период, что у многих стираются вот эти симптомы. Да, это правда. Связано это с тем, что изменяется гормональный фон женщины. Иногда идет на пользу. Иногда идет на пользу. А иногда ухудшается. То есть, вот, допустим, придет ко мне пациентка 45 лет и задаст мне вопрос, что будет через 10 лет с моей мигренью? У меня нет ответа для нее. Либо хуже, либо лучше, либо без изменений. В общем, игры дьявны. А мигрень можно предсказать, ну, не знаю, за несколько часов, за несколько дней? Есть какие-то звоночки, которые сообщают о том, что вот приступ не за горами? Из моей клинической практики я могу вам сказать следующее. Не у всех пациентов есть стадия предвестников. Не у всех. Да, некоторые отмечают, что за день, за два, за час, за три бывает слабость, вялость, или наоборот, превозбуждение, бессонница, повышенный аппетит, или, допустим, повышенная там паулиурия. То есть это... Даже аппетит бывает повышенный? Повышенный аппетит, либо наоборот пониженный. То есть такой дисбаланс в работе нервной системы. Поэтому однозначно ответить вам не могу, что да бывает или да не бывает. Ну, то есть все индивидуально. А мигрень вообще опасна? Последствия, я имею в виду, есть какие-то? Вы знаете, значит, у мигрени есть, так сказать, два осложнения. Это мигренозный статус, когда головная боль, мигренозная, длится больше трех дней. С тошнотой, с рвотой, с постельным строгим режимом. Или когда развивается инсульт на фоне мигрени. То есть мигрени и инсульт связаны? Могут быть связаны, да. Это бывает очень редко. Очень редко. Но как бы... А вот каждый мигренозный приступ может оставлять в головном мозге какие-то следы, которые видны потом на МРТ или на КТ? Значит, на данный момент наука говорит о том, что да. Когда длительно длится вазоспазм, сама мигрень, она характеризуется несколькими стадиями развития работы сосудов. То есть вначале спазм, потом расширение, отек. То есть если спазм слишком длительный, то да, может формироваться... Лакунарная болезнь? Ну, не лакунарная, а очаги глиоза могут оборудоваться. Рубчики. Рубчики, да. Глиоз это... Лея Дмитриевна, а сами приступы мигрени, они со временем могут учащаться? Вы знаете, если не происходит лечение или не изменяется поведение... Что значит не изменяется поведение? Сейчас объясню. Дело в том, что американские, российские клинические рекомендации рекомендуют три вида терапии. Первый вид терапии – это поведенческая терапия. То есть изменение образа жизни. То есть если у вас появилась мигрень, значит нужно пересмотреть то, как вы живёте. Уменьшение стрессов, уменьшение физических, психических нагрузок. Убираем триггеры, которые вызывают мигрень, принимаем препараты. И тогда приступы станут реже. Станут реже. И мягче, да? И мягче. Но бывает такое, что даже при нормализации образа жизни и приёме препаратов... Болезнь не подаётся. И тогда рекомендуется профилактическое лечение. То есть это длительный приём препаратов, ориентировочно 9 месяцев. Причины приступов мигрени. Стресс или депрессия. Одна из самых распространённых причин. Запускает приступ в 70% случаев. Гормоны, которые выделяются при стрессе, провоцируют мигрень. А негативные эмоции снижают болевой порог. Питание. Оно является виновником приступов в одной трети случаев. Одни вещества вызывают расширение сосудов, другие влияют на нервную систему. При этом у каждого свой список продуктов-провокаторов. Свет. Яркий или мерцающий. Тоже вызывают приступы у 30% людей, страдающих мигренью. Причиной боли может стать яркое солнце или световое шоу. Вызвать приступ также может громкая музыка или резкий запах. Гормональный фон. Именно по этой причине у женщин мигрени бывают чаще, чем у мужчин. Погода. А именно перепады атмосферного давления. Провоцируют мигрень едва ли не в 50% случаев. Приступы сильной боли могут возникнуть и в горах из-за недостатка кислорода. Нарушение сна. Недостаток сна или смена часовых поясов влияют на нервную систему и обмен веществ. Как результат – мигрень. Слишком долгий сон тоже может стать причиной приступа. Есть даже особое название – мигрень выходного дня. Лилия Дмитриевна, теперь давайте о мифах вокруг мигрени. Будем развенчивать или подтверждать. Головную боль нельзя терпеть. Можно ее терпеть. Можно терпеть, потому что интенсивность приступов бывает разная. Есть легкие приступы, есть средняя тяжесть, есть тяжелая. Вот когда он уже средней тяжести или тяжелой, тогда эта боль невыносима. Потому что при легких приступах можно обойтись, возможно, и простыми средствами. Холодный компресс на лоб, втирание каких-то эфирных масел в области крови. Отвлекающие, да? Или сон. Очень хорошо сон прекращает. Но это же по личным ощущениям, да? Да, и у каждого плюс разный болевой порог. Конечно. Ясно. Голова может болеть от остеохондроза. Часто, кстати, слышу об этом. К сожалению, от остеохондроза голова может болеть и довольно интенсивно. И ощущается чаще всего она как прострел. То есть неловкое движение, наклон, и возникает стреляющая боль. Далее. Мигрень нужно просто перетерпеть. Опять же, возвращаясь к тому, насколько интенсивный приступ. Если приступ очень интенсивный, сопровождается тошнотой, рвотой неоднократной, длится, допустим, в течение суток, то, конечно, терпеть здесь не нужно. Нужно принимать лекарства. Не нужно или нельзя? Вы знаете, я склоняюсь к тому, что нельзя терпеть. Только появляется головная боль у человека, который страдает мигренью, нужно сразу принимать обезболивающую. Иначе она по нарастающей может быть. Иначе по нарастающей. И потом, когда присоединяется тошнота и рвота, лекарства уже просто не действуют. Они не задерживаются в организме и просто выходят. Следующее утверждение. Из-за повышенного давления может разболеться голова. Да. Из-за повышенного давления может разболеться голова. Связано с тем, что происходит расширение сосудов мозга. А сосуды мозга не очень богаты нервированной волокнами троничного нерва. И возникает боль. Ну и еще одно утверждение. Мигрень можно вылечить. К сожалению, до сих пор лекарства от мигрени не найдено. Такое, чтобы, допустим, пройти курс 2-3-6 год. И чтобы забыть о ней навсегда, к сожалению, пока наука до такого прогресса не дошла. А каким образом купируются вот эти вот приступы? Раз нельзя вылечить, но помощь же есть какая-то. Ну, посмотрите, значит, опять же, возвращаясь к тому, что зависит от интенсивности приступа. Начинается все с обычных обезболивающих. Парацетамол, ибупрофен, кетанов. Если же, допустим, пациент знает, что его приступ будет довольно интенсивный, обычно когда человек хронически этим страдает, он уже может немножко дифференцировать, что сейчас будет совсем плохо. Или это будет легкий приступ. Если приступ потяжелее, то, конечно, используются уже суматриптаны. Можно эрготамин использовать. Если приступ еще сильнее, то, конечно, уже эпиоидные энергетики типа тромодола. И если совсем там плохо, то используются гормоны по типу диксаметазона. Но вот мы с вами уже говорили о том, что когда человек приходит, возможно, впервые с жалобами, вы назначаете исследования, чтобы исключить другие заболевания. Когда ставите уже диагноз, назначаете лекарства, это на всю жизнь? То есть человек будет пить их всегда? Опять же, все зависит еще от того, как изменится его образ жизни. Поэтому если, допустим, при изменении образа жизни приступы резко сократились, то в перспективе он будет принимать только во время приступа. Если же образ жизни не изменился, ну, мы все связаны разными ситуациями, допустим, финансовое положение, надо работать. И выполнить эту рекомендацию очень сложно. Ну, допустим, там, жим пруда, отдыха, не переутомляться и так далее. То, конечно, тогда придется принимать лекарства долго. А мигрень самостоятельно бывает, что проходит? Вы знаете, если у человека, в принципе, нет никаких сопутствующих заболеваний и какого-то нейропсихического перенапряжения, то да, она может уменьшаться. И уменьшаться может с возрастом. Ну, и вот мы говорили, да, смотрели материал о триггерах, о причинах. Убрать-то ведь все причины, ну, просто нереально. Допустим, если яркий свет или перемена погоды влияет, тут-то от нас ничего не зависит. Получается, что люди, ну, не то чтобы обречены, но вынуждены смириться. Я с вами согласна, но какой-то минимум человек, мне кажется, все-таки может выполнять. Откорректировать. Да, допустим, если, допустим, пациент твердо знает, что его любимое вино и сыр вызывают приступ, то, скорее всего, что я думаю, что человек все-таки от этого откажется. Или, допустим, он любит выпить в день пять чашек кофе. Ясно, что будет пить только одну. Поэтому какой-то минимум изменить в своей жизни все равно это вполне реально. Вот Елена Леонтьевна задавала вопрос по поводу того, оставляет ли мигрень свой след в мозге. А разрушает ли она клетки мозга? Да. Если длительный приступ по типу мигренозного статуса, то за счет того, что происходит спазм сосудов с последующим расширением и отеком, то рядом расположенные с сосудом клетки могут недополучать питательные вещества. Ну, кровь, а с ней, соответственно, там кислород и все остальные микроэлементы. И они могут погибать, конечно. Вот мы говорили о том, может ли человек почувствовать приближение приступов. А есть ли какие-то аппараты медицинские, которые могут зафиксировать задолго или незадолго до начала? Вы знаете, аппаратов нет, биологических маркеров нет. Нет такого аппарата или такого анализа крови, так скажем, который бы, во-первых, ставил этот диагноз, а во-вторых, предупреждал, что скоро начнется приступ. То есть в медицинской науке есть над чем работать? Однозначно. И не только с мигренью. Лилия Дмитриевна, сейчас вопросы зрителей, на которые вы уже отвечали в Инстаграме. И вот следующий блок. Почему болит спина между лопаток? Боль невыносимая. Вы знаете, я вам однозначно ответить на этот вопрос не могу, потому что в области спины, так называемой, там располагается много органов, кроме позвоночника, там есть еще ребра, есть органы грудной клетки, трахея, бронхи, лёгкие, плевра, сердце, средостения. Поэтому что там может болеть? Болеть может всё, да. Может всё болеть. Поэтому первое, кому нужно обратиться, это участковый терапевт, который выпишет обследование, которые примерно исключат заболевания внутренних органов. И если там всё в порядке, то мы тогда можем думать, что это остеохондроз. Елена Леонтьевна, ждите нашего зрителя. Да, да, да. Нужно ли после ковида пить таблетки от головокружения? Натропы, витамины? Если после ковида развилось головокружение, то да, конечно, нужно принимать препараты, которые улучшают мозговое кровообращение. Как долго в среднем? Ориентировочно не меньше месяца. И обязательно должен быть препарат какого-то седативного ряда. Но это не самостоятельное назначение, правильно? Желательно с головокружением обратиться к врачу. Вначале опять же участковый терапевт. И если в течение месяца улучшения или двух-трёх недель не происходит, то обращение, конечно, к неврологу. Далее. Состояние пьяной головы 36 лет. Ну, это, видимо, возраст. Что это может быть? Вы знаете, состояния такие, они сейчас встречаются очень часто у молодых людей. А что такое состояние пьяной головы? Это ощущение помутнения, то есть неясности в глазах, лёгкое головокружение, лёгкое ощущение пошатывания. Нечёткость мысли, концентрация. Нечёткость мысли, концентрация, снижение памяти, внимания, рассеянность. Очень часто к этому ещё идёт плохой сон, какие-то проблемы ещё с желудшим и шеечным трактом. Ну, в общем, стандартные наши пациенты, да. Чаще всего, чаще всего причины – это нарушение работы нервной системы. Чаще всего. Но, опять же, надо исключить заболевания внутренних органов. Поэтому, опять же, ответить, что это, я вам, к сожалению, не могу. Колец с левой стороны под лопаткой и рука не имеет. Что это может быть, спрашивает? Значит, это может быть либо остеохондроз шейного отдела позвоночника с небольшим защемлением нервов, который иннервирует руку. Или это могут быть проблемы с сердцем. Поэтому необходимо до обследования. Спасибо. Следующий вопрос. Почему после чихания начинает дёргаться глаз? Потому что во время чихания происходит напряжение нервной системы. И получается, что нервная система даёт слишком много импульсов. И там, где у человека, возможно, и был раньше небольшой тик, ну, так скажем, где тонко там рвётся, поэтому он и глаз начинает дёргаться. Но с этим нужно к врачу? Всё зависит от того, как часто это возникает, и как после чихания, насколько долго этот тик сохраняется. И приносит дискомфорт какой-то. Да, да. Если это однократно, то нет смысла переживать. Следующий вопрос. Мне 22 года. Часто головные боли, пониженное давление, головокружение. Какие анализы сдать? Из того, что сейчас вы меня перечислили, очень похоже на вегетативную дистонию в сторону перевозбуждения парасимпатической нервной системы. Поэтому... Сколько терминов? Да, ну, вы же доктора привыкли в студию. Для начала нужно сдать общий анализ крови, сделать кардиограмму и прийти на приём к врачу. У нас очень часто ответы заканчиваются именно прийти на приём к врачу. К сожалению. Ну да, самолечение – это плохо. Тремор при нервном напряжении. К какому специалисту обращаться? Значит, специалист однозначно – это невропатолог. Однозначно. То есть Лилия Дмитриевна ждёт в гости? Конечно. Поможет ли при тревожности глицинфорте? Надо поинтересоваться, какая тревожность, насколько она выражена. А давайте, в принципе, ответим. Глицинфорте помогает? Глицинфорте помогает при лёгких случаях. Да, и приём длительный. Длительный сколько? Примерно от 20 до 40 дней. Да, и два раза в день, если глицинфорт. Постоянная усталость и всё время хочется спать. Что делать? Нужно обратиться к врачу. Но вот почему-то опять приходит на ум синдром хронической усталости. Мне кажется, это такое популярное. Этот синдром, для того чтобы поставить, надо пройти очень много обследований. То есть вот так, если вы придёте на приём, вам специалист не поставит такой диагноз сразу. А мы так любим себе ставить этот диагноз сами. Ну, дело в том, что у нас есть Гугл, у нас есть Яндекс. Да, да. И мы все доктора. И мы все врачи. Домашние, да. Как бороться с мигренью при перепадах погоды? Значит, нужно принимать препараты. И это препараты седативные. Валерьянка, мята, мелиса, пассифлора, корвалол. То есть это вдобавок к основному лечению, скажем так, вспомогательные методы, да? Вспомогательные методы при мигрении. Массаж шейно-воротниковой зоны. Хороший массаж улучшает кровообращение, помогает расслабиться и снять спазм. Но перед проведением самомассажа стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы не навредить себе. Иглоукалывание. Стимуляция биологически активных точек нередко помогает справиться с приступом. Однако проводить ее должен только сертифицированный специалист. Компрессы. Облегчить мигрень помогут холодные компрессы. Некоторым помогает чередование тепла с холодом. Прикладывать компрессы можно на лоб, виски или шею сзади. Теплые ванны, в частности, для ног. Это увеличит отток крови к нижней части тела. В воду можно добавить эфирные масла, например, лаванды или мяты. Ароматерапия, к слову, еще один действенный способ помощи при мигрении. Эфирное масло можно добавить в диффузор или же просто капнуть несколько капель масла на салфетку и вдыхать. Помочь при приступе мигрени может контрастный душ, чашка кофе, черный чай, кусочек съеденного имбиря или же просто стакан воды. Здесь главное найти свой способ облегчения мигрени. Лилия Дмитриевна, мы посмотрели материал, в котором рассматривали, скажем так, вспомогательные средства облегчения приступов мигрени. То есть это иглоукалывание, массажи. А вот читала еще физиотерапия. Она помогает? Вы знаете, в стандартах лечения ее, к сожалению, нет. В основном упор – это, конечно, изменение образа жизни, лечение самого приступа и профилактическое лечение, то есть прием препаратов довольно длительно, чтобы эти приступы не возникали. Можно я скажу, что иногда, наверное, накапливаются остеохондрозные, другие проблемы по здоровью, гипертония. И поэтому, может быть, физиотерапия, как лечение остеохондроза, как сопутствующего заболевания, тоже может сыграть хорошую роль. Абсолютно с вами согласна. Ну и плюс, я так думаю, эффект плацебо никто не отменял. Конечно. То есть если человек верит, что ему помогает, ну, не знаю, ромашка, она ему поможет, наверное. Да, и наука и доказана, что эффект плацебо, даже при проведении определенных таких процедур, как магнитный резонанс мощный, что при плацебо включаются в работу те участки мозга, которые отвечают за излечивание. Ну, может быть, когда-нибудь мы дойдем до того времени, когда мы силой мысли будем выключать боль и все болезни. Короче, психотерапевты, мне кажется, это сейчас могут делать те, кто занимается йогой, ну, длительными практиками. Вот, кстати, раз вы затронули вопрос йоги, при мигрении что скажете, как она? Для купирования приступа точно нет. В межприступном приводе, конечно, очень полезно. А вот между, то есть можно заниматься? Конечно, и вообще физические нагрузки приветствуются. Но вот все то, что мы перечисляли, все вспомогательные методы, они же идут только как дополнение к основной терапии? Конечно, конечно. Основная терапия – это препараты. И их нужно принимать регулярно между приступами, я правильно понимаю? Понимаете, если мы говорим о профилактическом лечении, то это профилактическое лечение, оно не для всех пациентов, оно для тех, у кого боль частая и очень сильная, которая их, допустим, включает из повседневной жизни на 2-3 дня. Ну, межпереступной период – это что основное? Основной препарат, когда? Основной препарат – это анапролин. Да, но доза большая. Начинается от дозы примерно около 80, и даже потом наращивается доза до 320 мг. Это много. Это много, не всегда хорошо переносится. А вот вы говорите, боль частая. Вообще, мы еще не затрагивали вопрос, как часто могут случаться приступы мигрени? Не знаю, там, раз в месяц, раз в год. Каким образом? Вы знаете, у всех по-разному, и все зависит от триггеров. Если человек регулярно переутомляется, у него могут приступы быть и каждую неделю, и раз в месяц, и раз в год. Также зависит от того, насколько, так скажем, чувствительна нервная система к сбою троничного нерва. Это очень индивидуально. Но если приступы становятся чаще и интенсивнее, то есть вероятность, что может перейти в хроническую форму мигрени. То есть это когда голова болит интенсивно 15 дней в месяц. И вот вы представляете, 15 дней в месяц. То есть половина месяца. Половина месяца, да. Советы невролога, ну, профилактика. Можно говорить в случае с мигренью? Что делать, чтобы приступы стали менее частыми, менее болезненными? Прямо по пункту. Прямо обратно возвращаемся к тому, что нужно... Моделировать жизнь. Моделировать женская терапия, то есть изменение образа жизни, больше отдыхать, больше спать, то есть 8-часовой сон обязательно. Меньше употреблять определенных специй, кофе, красное вино, цитрусовые. Опять же, индивидуально. То есть то, что может вызвать приступ. То, что может вызвать приступ, да. Небольшие занятия физкультурой, но не до переутомления, то есть между минимумом и средним переносимостью. Можно заниматься йогой, пилатесом. Ну, в общем, то есть спорт показан. Пешие прогулки, можно ездить на санаторно-курортное лечение, можно ездить, ну, вообще отдыхать за границу, но только чтобы не было экстремальных... Обитов спорта? Нет, экстремального изменения климата и часовых поясов, потому что это может, конечно... Не в очень экзотической заранее. Потому что вот буквально вчера, когда готовилась программа, нашла информацию, что если человек поднимается в горы, даже не на очень большую высоту, это может вызвать приступ мигрени. Конечно, потому что в горах воздух разряженный, то есть там в этом воздухе становится меньше процент кислорода. А центральная нервная система – это один из больших потребителей кислорода в нашем организме. Наш мозг забирает примерно 20% кислорода. 20, казалось бы, ну, объёмы, да? А как только этот кислород поступает в меньшем количестве, сразу активизируется тройничный нерв. И возникает боль. А есть какие-то жёсткие ограничения для людей, которые страдают приступами мигрени? Чего им категорически нельзя делать? Всё зависит от того, какой триггер у них, понимаете? Если, допустим, триггер алкоголь, значит, нельзя алкоголь. Если триггер бессонница, значит, бессонницу нужно лечить. То есть однозначно подписаться, что вот всем так – это только здоровый образ жизни. Лилия Дмитриевна, спасибо огромное за разговор. Уверена, что ваши советы, рекомендации тем, кто не понаслышке знаком с приступами мигрени, очень помогут справиться с этой болезнью. Ну и жить, не просто жить, а жить классно, а жить хорошо. Ну и будем надеяться, что в скором времени всё-таки появится волшебная таблетка, которую выпил и забыл на всю оставшуюся жизнь. Это была программа «На здоровье». Удачи вам. Увидимся. Смотрите наши эфиры. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова